Всем привет, друзья! Я уже достаточно давно наблюдаю за одной историей. И никак не высказывался по этому поводу, потому что думал, что может что-то прояснится, появятся какие-то новые детали. Но ничего не проясняется, новых деталей не появляется, и поэтому, ну, можно уже сделать какой-то вывод. Ну, то есть там уже всё пущено на самотёк. Короче, началось всё несколько недель назад с видео одного блогера, Борцуна, с режимом. В районе двух недель назад со мной связался человек и сказал, что у него есть информация по поводу, сейчас, по поводу полицейских. Некий блогер с канала «Личное мнение» опубликовал видео, в котором рассказал душесчипательную историю, как его навстречу пригласил информатор, который хотел слить инфу о полицейских, которые подкидывают наркотики. Которые там якобы в отделе подкидывают наркотики. Сегодня я встретился с этим человеком, вернее как, он мне позвонил, я поехал к нему навстречу. Но, приехав навстречу, никакого информатора на месте не оказалось, а вместо него его поджидали два киллера, которые хотели его физически устранить. У меня около трех пулевых ранений, скорее всего, травматический пистолет. Практически отрезаны пальцы на правой руке, потому что телефон я держу двумя пальцами, остальные пальцы просто не работают и не держат. И у меня очень серьезное ранение с правой стороны в районе печени. Достаточно быстро теряю кровь. Но, несмотря на то, что они были вооружены ножом и пистолетом, наш герой в лучших традициях Голливуда бросился на них с голыми руками. Крайне забавно, когда люди приходят тебя убивать, а в конце от тебя бегут. И не просто бросился, а он их победил. И не просто победил, он их заставил обратиться в бегство. А один из них настолько зауважал нашего борцуна, что напоследок, во время того, как убегал, кинул на него взор и сказал, уезжай, парень из страны. Вот тот, который погрызанный, то он повыше был. И, ну, я просто один чуть-чуть выше, второй чуть ниже. Это ночь опять же. И он мне говорит, Вадим, уезжай. Или сваливай. Ну, смысл примерно приблизительно вот такой был. И люди развернулись и просто побежали. Фух, ну хорошо, что убежали. Вадим очень долго рассказывал свою историю. Прямо в подробности, в деталях. И, кстати, к деталям мы еще вернемся чуть позже. Рассказывал о искрах из глаз, о стойкости духа, о том, что он никогда не сдается. И суть всей этой длиннющей истории свелась к одному. Дайте денег. И вот сейчас, наверное, добираемся к тому, что я хотел у вас попросить. Дело в том, что сама операция только на руку выйдет в районе. Ну, чуть больше, как они там мне прикинули со всеми этими осмотрами, со стационарами. Там стационар только больше 6 тысяч рублей в сутки. Только койко-место. И плюс все эти операции, каждый осмотр врача стоит денег. И только это выйдет больше 120. Плюс, если мы еще будем делать операцию и смотреть, что там происходит с печенью, ну, в районе печени, да, это тоже будут приличные деньги. И это надо делать сразу. Денег нужно много, деньги нужны сейчас. Вас у меня много, я у вас один. Примерно с такой речью выступил Вадим. Вот. И, чтобы вы понимали, я как бы ничего против не имею, если человек попал в тяжелую ситуацию и попросить помощи, да, там у своих подписчиков, у своих близких, у друзей. В этом ничего постыдного как бы нет. Но стоять и вешать лапшу ради того, чтобы обуть своих подписчиков на деньги, это уже другой разговор. И тут уже вернемся к деталям. Почему многие посчитали, что он стоит и вешает лапшу? Потому что он свой рассказ описывал в деталях, опять же. И эти детали в кое-каких местах не сходятся с его рассказом. То есть, что я имею в виду? Я достаточно быстро теряю кровь. Он несколько раз сказал о том, что у него серьезная рана и он быстро теряет кровь. Я рукой держу и тоже все это дело течет, потому что самое, наверное, ну на тот момент для меня опасное, это была ситуация с печенью, потому что я очень быстро терял кровь. На видео, в котором он идет с места потасовки, хорошо видна дорога, по которой он идет. И на ней не видно ни капельки крови. Она подсвечивается и там ни капельки крови нет. И на это, конечно же, сразу обратили внимание, потому что как-то не стыкуется его рассказ о пробитой печени и порезанной руке с тем, что дорога, по которой он идет, абсолютно чистая. На ней ни капельки крови. Но и это только начало всех этих нестыковок. Борода. У него огромная борода. В своем видео он рассказывал о том, что вцепился своими зубами в лицо одному из нападавших. И все, что у меня оставалось, знаете, из рук, ног, и лица, это зубы. И, ну, как бы зачетно я тебе пожрал лицо. Немножечко да. И не просто пожрал лицо, а раскрылся до такой степени, что у него был полный рот крови, по его словам, которую он сплевывал во время того, как и шел с места потасовки. Единственное. Он и сам пояснил, что это именно кровь, что у него полный рот крови. Немножечко да, поэтому на ролике, где я говорю о том, что крови полный рот, ну, вот это вот, на оттуда. Но, но, говорится-то одно, а где она? Потому что ее из кожи достаточно трудно стереть, чтобы не осталось и следа. А тут и борода, и усы, и по-любому бы остался какой-то след на них. Так что неизвестно, что там сплевывал Вадим, но это была явно не кровь. Единственное. И это только начало ролика, и уже возникают вопросы, а он там наговорил на 40 минут. И причем, чем больше он говорит, тем больше вопросов возникает. Трампун был великолепен, трампун был великолепен. Пришел в больничку с ножевыми и пулевыми ранениями, истекающий кровью пациент. И ему такие говорят, иди в очередь. Там в очереди садитесь, третья смотровая, там, короче, сидите ждите. Это именно то, что мне сказали. А когда он попал к врачу, и врачи, вместо того, чтобы обработать раны и вызвать полицию, потому что он с ножевыми и пулевыми ранениями, они ему говорят, иди, мол, домой. И вообще, чего ты сразу в платную клинику не пошел, а приперся к нам? Ну я, понимаете, я понимаю, что мне надо ставить капельницу, я не говорю с кровью, хотя бы с физраствором, чтобы в организме было, ну, как сказать, не было потери крови, да? Не, говорит, хирургия отказывается восклась, а травматология, там, короче, у них все занято. Езжайте домой. Говорю, да в смысле домой? И ведь действительно, в смысле домой? У нас приходишь в больницу с порезом, и уже начинают спрашивать, а откуда порез? А там, на живые и пулевые ранения, ему говорят, домой иди. Ну, короче, в эту чушь многие не поверили. У меня, как и у многих пользователей Ютуба, возникли сомнения в его правдивости. Я вообще знать не знал, кто такой Вадим, до тех пор, пока он не выложил это видео, и параллельно не облил помоями моих коллег краснодарских, к которым он обратился в тяжелом состоянии, которые якобы его выгнали с больницы, не оказав помощи. Присоединились блогеры-врачи, присоединились околополитические и политические блогеры, причем там не важно, да, кто ты, борец с режимом или кремлебот. Никто в эту чушь, ну, почти никто, не поверил. Поверили только самые такие отбитые. В России началось физическое устранение оппозиционных блогеров, да, и это правда, и это жестоко. Физическое устранение оппозиционных блогеров. Слушай, мужик, может и на тебя уже тоже охоту открыли? Ведь ты у нас тоже оппозиционный блогер. И вот такие шизоиды набирают на ютубе по 100 тысяч подписчиков, по 200 тысяч подписчиков. Один на лохах решил бабла состричь, второй услышал и физическое устранение оппозиционных блогеров. Но он не один такой. Друзья, началась атака на блогеров. Атака серьезная атака? Атака серьезная атака? И что там за атака такая? Ну, это все ролики в поддержку канала Личное мнение. Они его как бы поддерживают, ссылочки на его кошелек оставляют, мол, донатьте, донатьте больше ему. И они себя не забывают присовокупить к этой истории. Мол, на нас тоже посмотрите атака. Я начну пока с себя и скажу, что полтора дня я не могла загрузить свои ролики. Наверное, Путин не дает вам загружать ролики. Потому что что тот начал рассказывать, эта работа говорит по мне, не могу зайти на YouTube. Что это полтора дня ролики загрузить не может? Мне стало любопытно, что же там случилось такое? И чтобы понять, что случилось, достаточно в поисковике вбить одну строчку и наткнуться на такую статью сервисы Google работают с перебоями. Тут написано, что перебои наблюдаются по данным сайта DownDirector, который отслеживает сбой и отключение на популярных интернет-ресурсах, перебои в работе YouTube и Google Cloud наблюдались почти по всему миру. Кто-то мешал тому, чтобы я загружала свои ролики. Да по-любому тебе говорю, что это Путин мешал. Вот меня, как я чуть ранее сказал, пытаются простите за ветер, наверное, шум будет, пытаются пока что канал прикрыть чисто тем, что я не могу зайти. Ну что тут скажешь, борцы, борцы с режимом, на гугле какие-то перебои, у них паника, мы не можем зайти на свои YouTube аккаунты, значит по нам работают, нас преследуют, ну там все без изменений. Что касается канала личное мнение, он попытался оправдаться, потому что ему большинство не поверило, его начали хейтить в комментариях, он попытался оправдаться, оправдания тоже не сработали, потому что они были настолько же неубедительными, насколько и сама его история. Он пригрозил там, что я вас засужу, за то, что вы мне не верите, ну там уже дело десятое. Я вот что думаю, на самом какие-то эти финансовые координаты. Раньше, позже, но все сводится к одному. Дайте денег. Кому-то на бесконечные революции, кому-то там на борьбу с режимом, кому-то еще на что-то. Всегда суть одна. Дайте денег. Как-то так. Вот чего стоят борцы с режимом. Ну, а у меня на этом все, друзья. Мы тут ни с кем не боремся, мы обзираем. Подписывайтесь на канал, делитесь своим мнением в комментариях, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры 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 Субтитры